Похоже, что в обозримом будущем ученым придется подумать о создании не только идеальной, но еще и доступной еды. Через каких-то 30 с лишним, с небольшим лет мир может охватить голод. Это прогноз Всемирного фонда дикой природы. Исследователи в своем докладе описывают едва ли не катастрофу. Численность населения планеты неуклонно растет, а кормить его нужно. Уже сегодня хронически недоедают почти 800 миллионов человек. Но вот парадокс. Огромное количество продуктов оказывается на свалке. В год почти полтора миллиарда тонн. Больше всего этим грешат, конечно, развитые страны. В среднем на человека выходят 300 килограммов тоже ежегодно. Именно поэтому в мире возникло движение под названием фудшеринг. Суть проста. Добровольно делиться лишними продуктами, иногда даже просроченными. Спасатели еды появились и в России. Как это все устроено? Репортаж Натальи Панкратовой. Роман уже два с половиной. Его мама Ксения Харлова спасатель еды. Правда, немного вынуждена. Просто у нее маленький ребенок, нет работы и денег. Кто-то купил очень много чего-то и понимает, что до конца срока годности не сможет это съесть. Почему бы не поделиться с людьми? Она сама уже забирала продукты у незнакомых. Теперь хочет отдать. Давай соберем, что мы можем отдать. Делиться обедом через интернет в Белгороде начали недавно, но вовремя. Группа в социальной сети уже очень популярна. Правда, публикации с просьбой «подарите еду» почти столько же, сколько предложений. Чаще всего отдают просроченные. Просят детское питание и домашние консервы. Февраль 2016 года. Благополучная Дания. Тихая продуктовая революция. Этот магазин в Копенгагене только открылся. Он первый в Европе. Здесь продают исключительно просроченную еду, ну или еду в слегка подпорченной упаковке. Скидки 50%. Деньги на проект собрались с помощью краудфандинга. С миру по нитке. Через интернет. До этого в Дании ничего подобного не было. Такой прорыв неликвида к покупателям тоже часть движения «Фудшеринг». В вольном переводе с английского «Спасение еды». Участники движения стараются не выбрасывать продукты сами и не дают это делать другим. Особенно магазинам и ресторанам. Экономист Марина Гурева объясняет. Все началось в Германии с фильма, который буквально перевернул сознание немецких граждан. Ну, потенциально можно экономить до 30 миллиардов долларов США. Ну, только в Германии, получается, в год. Картина, название которой можно перевести на русский язык как «вкус мусора», рассказывает о том, что только Евросоюз выбрасывает на свалку миллионы тонн еды, большая часть из которой пригодна к употреблению. Люди начали договариваться с супермаркетами, начали договариваться с ресторанами, чтобы забирать те остатки продуктов, которые у них есть, и, соответственно, каким-то образом делать систему ретрансляции этих продуктов. Пекли блины тоже для группы. И, в принципе, у нас никто кефир не пьет, и он был чисто на блины. И тоже осталось половину упаковки, он еще свежий. И что с ним делать, непонятно. За новостями европейского фудшеринга Саша Легкая следит из Петербурга. Это она первая в России создала в соцсети группу «Отдам еду даром». Мы очень-очень много потребляем, очень много производим, больше, чем нужно. Конечно, это не может не сказываться на планете. И этот салат, если не доест, она тоже сфотографирует и отдаст. Ее сообщество фудшеринга, самому большому в России, три месяца. А в него уже вступили почти 15 тысяч человек. Скорость развития свидетельствует о крайней степени актуальности. После выходных, конечно, наоборот, повышается активность. Так, в среднем, да, 10-15 объявлений. Примерно 100 килограммов еды в год выбрасывает каждый житель России в домашний мусоропровод. Эколог Павел Боев не на шутку пугает свежим докладом ООН. Людей становится так много, что всего через 35 лет на планете Земля начнется голод. В том числе и из-за того, что сейчас мы уже производим слишком много. Мы уже сейчас практически полностью используем все территории, на которых, в принципе, может осуществляться сельское хозяйство. Половина всей суши в мире используется под сельское хозяйство. Да, а нас пока не 9 миллиардов. Каждый вечер на заднем дворе крупных продуктовых супермаркетов наступает время спасателей еды по-русски. Магазины избавляются от всего, что больше нельзя продавать. Пенсионерки выбирают самое лучшее. Ой-ой-ой, ребят, руки давай, руки взбирай. Вот этот сотрудник мог бы и лично в руки отдать кефир, но это запрещено. Он и так нарушает закон. С одной стороны, вроде как бы это проявляется, назвать это человечностью сложно, потому что товар не выбрасывается, но это нарушение со стороны работников магазина. И если бы вы это сняли, то вроде бы мы с одной стороны накормили нищих убогих, но с другой стороны администрация магазина понесла серьезные, у них была серьезная проблема. В России невостребованную пищу просто так выбрасывать в мусорный бак нельзя. Ее нужно утилизировать с помощью специальных служб на полигоне. Так государство заботится о здоровье граждан. Многим обитателям дома трудолюбия Ной дежурство у мусорных баков хорошо знакомо. Ной – это приют для бездомных. В этой новой жизни завтрак, ужин и обед по расписанию. Сегодня вот лапша с курицей. А это запасы еды. Может быть, их удастся растянуть на неделю. Еще думаешь, что купить, как купить, чтобы это все хватило. То есть тут уже вопрос, конечно, не столько в качестве, сколько в количестве. Чтобы, в принципе, человек хотя бы был сытый. На содержание всего дома трудолюбия уходит примерно миллион рублей в месяц. Просроченная еда из магазинов и ресторанов, признается Сосинский, очень бы пригодилась. Но владельцы из соображений собственной безопасности ее не отдают. Несколько раз был такой опыт, когда у нас и мясное что-то нам отдавали. Ни один человек не отравился, ни один за все это время. И как раз мы с благодарностью вспоминаем то время, когда была возможность каждый день давать людям мясо. Просто очень многие стесняются. Стесняются как и отдавать, так и забирать продукты. Хочу пожелать всем, чтобы все не стеснялись и делились продуктами. Первая попытка подарить еду оказалась успешной. Все сразу забрала девушка из интернета. Меньше чем через час. Белгородский фудшеринг прошел около церкви. Пустить домой незнакомку Ксения пока не решилась. Может быть, в следующий раз. Наталья Панкратова, Елена Воротилова, Анатолий Романов, Ксения Крихеля, Алексей Антонов и Кристина Беткулова. Специально для программы «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова